Привет, дорогие друзья! С вами снова Догмама Аня и мои собаки София Эйва. И сегодня мы поговорим с вами о том, что нужно купить для щенка перед приездом домой. После просмотра этого короткого ролика рекомендую посмотреть развернутый обзор покупок для щенка, где я прямо в видео иду в интернет-магазин, выбираю товары на своем опыте, сравнивая цены и составляя бюджет. Ссылку на него я оставлю внизу в описании к этому видео. Поехали! Итак, первым делом у щенка должно быть две миски для воды и для еды. Я бы выбирала небольшую миску, чтобы щенку было удобно 250-3 миллилитров, этого вполне достаточно. Форму, цвет, материал и дизайн вы выбираете на свое усмотрение. Керамические миски. Не впитывают, легко отмываются, устойчивы, не гремят, не царапаются, но могут потрескаться или разбиться. Пластиковые миски. Дешевый пластик небезопасен для здоровья собаки. Есть специальный безопасный пластик, такие миски уже дороже. Пластиковые миски могут впитывать запах и трудно отмываться, но это зависит от покрытия и качества. Могут трескаться и царапаться. Вполне устойчивы, не гремят, не бьются. По моему мнению, лучше, если миски будут эмалированы или из нержавейки, то есть металлические. Не впитывают, не бьются, не царапаются, не трескаются, легко отмываются. Но есть минусы, они бывают гремят и чаще всего легкие, поэтому ездят по полу. Значит, металлическая миска на резиновой основе идеальный вариант. Миски на подставках, а также миски на штативах и стойках необходимы определенным породам собак. Уточняйте у своего заводчика. С первых же дней нужно приучать щенка к своему личному месту, чтобы у него было личное пространство и он знал свое место в доме. Дизайн и стиль вы выбираете под себя и под свой интерьер. Материал и цвет лучше брать непачкающийся. Размер мест зависит от размера щенка. Место должно быть мягеньким, тепленьким и не слишком высоким, чтобы щенок мог с легкостью выбраться из него, не выпрыгивая. Подстилки. Чаще тонкие, на них щенку твердо, лучше выбирать мягкую и теплую. Матрасики. Мягкие, не слишком высокие. Отсутствие бортов делает их продуваемыми, но вполне приемлемый вариант. Лежаки. Непродуваемые, лучше выбирать с невысокими бортиками и возможностью выхода. Домики. Вполне подходят, если выход невысокий, непродуваемый, чаще мягкий, но в них не видно щенка, а за ним лучше первое время постоянно присматривать, а вот в открытых домиках чаще высокие бортики. Пластиковые места обеспечены хорошим выходом и при этом высокими бортами. Можно постелить туда мягкий, теплый матрасик. Даже если вы пока не планируете выходить щенком из дома на время вакцинации, приучать к ошейнику и поводку нужно с первых дней. Многие профессионалы считают, что шлейка может стать причиной неправильного формирования суставов и скелета щеночка, а с точки зрения приучения к дисциплине, ошейник работает гораздо лучше. А вот в дальнейшем, когда собака уже взрослая, можно использовать шлейку попеременно с ошейником. Не покупайте ошейник и поводок на вырост. Они должны быть соразмерны щенку. Материал, дизайн и цвет вы также выбираете сами, а размер под свою порогу. Кожа. Чаще всего это высокая цена, натуральность, долговечность, если не погрызут, но тяжелы в стирке. Кожзам. Более дешевый вариант не отличается долговечностью, некачественные варианты могут посыпаться. В таком случае лучше выбирать качественный и дорогой. Нейлон, ткань, брезент. Легко стирается, быстро сохнет, чаще имеет возможность увеличения обхвата шеи, когда щенок растет, долговечный, но возможно выцветание. К поводку тоже нужно приучать щенка с самого детства. Длина и размер поводка зависит от размера щеночка. Если хотите, мы снимем подробное видео о том, как выбрать поводок. Конечно. Они также делятся на брезент, нейлон и ткань и кожаные заменители. Рулетки. Многие покупают рулетки вместо поводка или поводок вместо рулетки, но я считаю, что должно быть и то, и другое. Для чего? Рулетка нужна как можно более длинная для того, чтобы дать собаке свободный выгул без ощущения, что она на поводке, но вы все равно незаметно держите ситуацию под контролем. А поводок лучше наоборот короткий, чтобы собака умела ходить на поводке и училась ходить рядом. Для начала, для приучения щенка к туалету я бы использовала специальные пеленки. Конечно, можно обойтись и без них, но я считаю этот способ более гигиеничным и удобным. Пеленки также бывают разных размеров и нужно выбирать по размеру щенка. Но со временем вы приучитесь к улице и пеленки вам уже не понадобятся. Многоразовые пеленки. Более экономичный вариант, но их нужно стирать. Существуют также разнообразные пластиковые туалеты, на которые стелется сама пеленка. Удобны для поддержания чистоты в доме, но туалет периодически нужно мыть. Когтерез. Это обязательная вещь, чтобы стричь когти и приучать щенка к нему нужно с самого детства. Бывают кусачки и гильотины. Специалисты считают, что гильотины безопаснее, чем кусачки. Размер когтереза также зависит от размеров собаки. Лучше уточнить у заводчика, какой размер подойдет именно вам. Чаще всего владельцы берут когтерез навсегда и один раз, поэтому лучше выбрать качественный и дороже. Шампунь, чтобы помыть щенка, если он испачкался. Бальзамы, кондиционеры и другую косметику я бы оставила на потом, но все зависит от вас. Мыть щенка вы скорее всего будете по мере загрязнения, а значит это будет не так часто. Помните, что большинство шампуней концентрированные и их вы будете разбавлять, поэтому не пугайтесь, когда вы покупаете маленький объем, но строит он дорого. Лучше выбрать качественный шампунь, потому что прослужит он вам скорее всего очень долго. В среднем концентрированные шампуни разбавляются 1 к 5. Только представьте, вы покупаете бутылочку 300 миллилитров и разбавляете ее и получаете полтора литра шампуня. Полотенце можно купить специально, а можно использовать свое старое. Инструменты для ухода за шерстью нужно покупать подходящие под ваш тип шерсти, поэтому уточняйте у заводчика, читайте информацию в интернете о вашей породе и покупайте инструменты для ухода за шерстью необходимые именно вам и вашей собачке. Пашинки, ножницы, пуходерки, расчески, триммеры, фурминаторы, щетки и многое другое. А приучаться чистить зубы нужно с самого детства. Обязательно зубная щетка и зубная паста. Зубная щетка выбирается по размеру пасти щенка. Зубную пасту нужно выбирать именно собачью, а не человеческую и лучше всего натуральную по составу. Игрушки. Игрушки очень важны для нормального развития щенка. Помните, детские игрушки могут быть опасны для щенка. Они не рассчитаны на разгрызание, а также щенок может подавиться какой-то частью игрушки. Поэтому лучше покупать специальные игрушки для собак. И игрушки снова нужно выбирать по размеру своего щеночка. Слишком большая игрушка не заинтересует щенка особенно мелкой породы. А маленькая может быть просто опаснее для щенка крупной породы, ведь он ее может проглотить. Для начала оптимальным набором для щенка будет какой-нибудь мячик из литой резины, чтобы щенок не мог его разгрызть, но при этом мог с ним играть и бегать за ним. Веревочный канатик можно грызть и развивать челюсть. Особенно, когда щеночек растет, у него начинают меняться зубки и десны очень сильно чешутся и хочется что-нибудь погрызть. Но запомните, пока щеночек еще маленький, нельзя с ним играть в перетягивание. Зубы у щеночка стоят еще не очень жестко, поэтому когда вы тянете и выдираете у него что-нибудь из пасти, у него может испортиться прикус. Также можно купить какую-нибудь мягкую игрушку, игрушку с пищалкой просто для веселья. И, например, развивающую игрушку, такую, в которую можно положить лакомство, чтобы щенок пытался его достать. Латексные игрушки для развлечения. Мячик начнет приучать щенка к выполнению команды Аппорт. Игрушки с пищалками для веселья. Игрушки-погрызушки, чтобы он не грыз мебель, обувь и вещи. А также для развития правильного прикуса. Кольца, гантели, игровые канаты. Различные развивающие игрушки для собак и другие. Не стоит выкладывать все игрушки сразу. Лучше выдавать по одной или две игрушки. Потом их прятать и выдавать другие. Тогда щенок не потеряет им интереса. Если щенок уже гуляет на улице, обязательно позаботьтесь об обработке от клещей иглов. А также в доме должна быть минимальная аптечка для собаки. Если все уходят на работу и щенок остается дома один, по желанию можно приобрести клетку или вольер гораздо больше, чем сам щенок, чтобы ему хватало места. Собаководы считают, что в клетке щенку не будет скучно и тесно, так как он, скорее всего, будет спать, пока вас нет. Если бы я выбирала для себя, то, чтобы обезопасить щенка и дом, я бы купила вольер. Его, кстати, можно потом продать. Это был стартовый набор для щенка. Заводите собак и будет вам счастье! Ты уже не щенок, Софиша. Эйвен, посмотри, как он лежит. Ага, вижу. Мы так не умеем. Ага. А кто ты снимаешь? А? Меня? Да. Пойду я к себе в домик лучше, Софи. Ага. Привет! Иди отсюда, давай! А как? Ой, я пошел в домик. Да куда ползешь, мелкота? Нечего, это мой домик. Можно я? Нет, я сказал. Ну, пожалуйста. Нет, мел, мелкий. Ладно, прости. Клушай старших. Эй, Эта, ладно, прости, что я на тебя накричал. Ладно. Ну, ладно, вот, как бы, ладно. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.